Всем привет! Сегодня вы попросили вообще показывать больше нетуристических каких-то мест или то, что местные делают в Турции, как проводят время. Вот сегодня я вам сниму такой ресторан Бахче. Сейчас всё расскажу. Давайте начнём, наверное, со входа. Я покажу всю территорию, расскажу систему, что это такое. В общем, здесь у нас открытая парковка. Здесь парковщик есть, Валя. Мы с вами находимся в Чаталджа. Это за европейской стороной Стамбула, то есть по дороге, когда вы выезжаете в сторону Европы на эту трассу. Это примерно 15 минут ехать на машине от города, минут от Бахче-Шахира, Бьюк-Чик-Медже минут 20-25, вот примерно так, без пробок и так далее. Это считается деревней. Здесь сеть ряды, короче говоря, ресторанов. Сад Бахче, сад, ресторан, то есть на открытом воздухе с природой. То есть это чья-то территория. Они оборудовали её сами под ресторан, запустили такой бизнес. Здесь их череда и здесь всяких много. Контактные зоопарки, кони, пони, козы и всякое такое, короче. И здесь, кстати, рядышком до этого километра не доезжает знаменитая Фламинго-Кёй. Я там тоже снимала, мы там много раз были. Но там стало так популярно и очень для Инстаграма. Много туристов туда автобусами, туристов привозят. Поэтому там столько народа, там стало невыносимо. А вот здесь вот чисто турки. Здесь никто из туристов не доезжает, потому что здесь нужна машина. Либо на такси это очень из центра или из города далеко ехать и дорого. Тут у них вот цветочки растут, вот обычный дом. Я сейчас покажу их, кто он остался. Мы нашли это место когда-то случайно. И так как мы постоянные клиенты и так далее, очень часто здесь бываем. Мы уже познакомились и с директором, и со всеми. Про цены сейчас вам не скажу. Просто посмотрим, что мы в конце заплатим. Но вообще здесь подороже, чем просто сходить в городе в ресторан, естественно. Вот здесь есть на территории ресторан. Здесь очень круто завтраки. И здесь продукты деревенские. Вот в чем прикол. Смотрите, что здесь из поеде. Тут и мангал, шашлыки жарят, завтраки турецкие. Вот здесь все это можно заказывать. Так, тут мороженое дети берут. Так, что это в завтраках у нас тут что-то осталось. Балкабак – это тыква сладости. Всякие вот, пожалуйста, закуски, салаты. Подходишь, заказываешь. Вот в такую тарелочку. И официанты все это приносят. У тебя вот тут счет открывается. Когда уезжаешь, счет закрываешь, короче говоря. Вот, кстати, цены. Сюджик. Пожалуйста, мангал, мясо. Вот цены. Килограммы – это цена. 950 лир, антрикот в килограмм. Всякие-всякие рожжи. Вон там жарят. То есть, это мангал открытый, там вытяжка. Краса. Вообще можно, там всякие виды, где посидеть можно. Места, вот диванчики, лавочки, вон там беседки, пожалуйста. Зимой или летом это круглый год работает. Аренды никакой нет. То есть, пришел как ресторан, просто плачешь деньги и пользуешься. Ну, как блюдо, да, но за аренду там вот этого ничего платить не надо. Если хочешь, тебе туда принесут мангал. Ты можешь пожариться. Я это вообще не люблю. Ковыряться. Тут в основном, видите, никто этим не занимается. Тут обычно все они сами готовят. Вот. Вот это дерево шелковица белое и черное. И они, когда сезон, очень много плодят здесь. Мы приезжаем, объедаемся шелковицей. Ну, вот такая природа, пожалуйста. Чистенько, аккуратно. Здесь всякие детские площадки, там дальше животные живут. Здесь еще и летом, в самую жару, очень много было что-то убрали. Видимо, за ними надо чистить, ухаживать. Эти пуфики такие, как на пляже, знаете, валятся. Мягкие кресла. Их тоже тут навалом. Вот так много людей. Только турки, никого и иностранцев нет. Часто здесь дни рождения отмечают. Отмечают компании, собираются, тусуются, молодые, с детьми и всякое разное. Вот это жилой дом хозяина. Он здесь и директор. Там сегодня не было дяденька такой. Они вот жилой дом, кстати, их обычно. И здесь вот живут, пожалуйста. Среди ресторанов. Здесь детская большая площадка. Гамаки вон там дальше, видите. Но там близко подходить не буду с ним, потому что там люди. В жару здесь, конечно, летом классно тенек везде. Ох. Вот, пожалуйста, мангал можно сделать, арендовать. На смысле попросить пожарить самому. Открытые угли, пожалуйста. Но этим никто не пользуется. Здесь это непопулярно именно вот в этом. А вон, кстати, белая и желтая вот эта подушка мягкая. Вот они есть здесь. В камаках качаются. Красота. Пацаны в футбол играют. А вон, кстати, цицарки ходят, овечки. Очень хороший воздух прям в деревне пахнет. Ну и какашками тоже. Тут живут овечки. Не знаю, идут ли они здесь на шашлык, который здесь подают. Вообще-то, не знаю, честно скажу. Не буду врать. Они здесь круглый год. Их количество не уменьшается и не увеличивается. Вот курочки и яички здесь тесут. Они точно здесь употребляются, эти яйца. Бедненькие мучаются от жары. У нас вообще аномальная жара. Последние дни сентября у нас очень жарко. Просто на днях сейчас 40 градусов было. Я тут за 10 лет вообще такой погоды не припомню. Уточки. Это лапылики какие бегаете. Чем их там кону риса какого-то наложили. Цицарки приходят. А павлина нету большого. Павлина, кстати, очень популярна в Турции. Еще много. Ой, кролик там сидит. Господи. Вон он лежит. Рыжий кролик вон там лежит. Балдеет. Кстати, я хочу сказать, что здесь не пахнет какими-то какашками и навозом. Птичьим особенно. Здесь довольно таки... Чисто. Так, а индюка нет никакого. Ни индюка, ни павлина, никого. Вот, кстати, тут их дом стоит. Вот машина припаркована. Вот. Еще там собачки у них жили раньше. Они на улице подбирали собаку. Короче, тут очень, как сказать, pet friendly хозяин. Они тут и уличных собак подбирают и отдают добрые руки. Там они у них, он там дальше еще содержится. Чего у них здесь только нет, короче. Еще они нашли какую-то собаку. Типа Джек Рассова. Ну, полупородистого. Откормили. На улице его где-то там на трассе выкинул. Кто-то на дороге. Откормили, обиходили эту собаку. Отдали его в этот, в полицию, короче. Вон они сидят, кстати, на балконе хозяева. Отправили его обучаться на поиск наркотиков, взрывщитых средств. Вот это вот нам директор рассказывал. Вот. Собаку пристроили, короче, туда. Вот на эту службу полицейскую. Ну, короче, мило, прикольно, семейно. Потрясающе свежий воздух. Тут валяйся, делай, че хочешь, футбол играй, убери эти матрасы. Короче, народу очень много. На парковке сейчас места свободного не было. Я вернулась, да. Что, ты счастливый? Потерял меня, да? Ой, господи. Все, я пришла, не переживай. Что мы заказали для начала? Один энгинар. Это муж любит энгинар. Я забыла, как он по-русски называется. Потом закуски. Это баклажаны с йогуртом, оливковым маслом. Они потушены на мангале. А это морковка, йогурт. Морковка чуть-чуть припаренная такая, мягкая. Тоже с йогуртом. Очень вкусная. Баклава. Баклава местная. Маленькими кусочками нарезанная. Но есть такая баклава, называется руло или дюрюм. То есть здесь нисколько, вот листочки этой теста. Здесь больше фисташек. Хлеб здесь деревенский, кстати. Ну, вот такой спагетти упакованный. Это они местные здесь готовят. Без этого никуда, да? Попрошайка под столом. А мне без телефона. Так, курица, это того курица. Вон что-то еще. И лагмаджун. Лагмаджун. Геременский настоящий. Очень вкусно здесь делают. Ну, конечно, муж не удал. Лаваш такой сухой. Ну, им прикрывают просто вот так вот он лежал на мясе. И он такой сухой, что он просто улетает от ветра. Куда он столько, блин, заказал? Мы домой, конечно, заберем. Я пошла есть. Давай ешь. Пойдешь играть. Окей. И тут кто тут у нас? И что тут такое вот? Попрошайкин. Попрошайкин? Попрошкин. Смотрите, капер. Мам, можно каперу немного мяска дать? Конечно, дай ему мяско. Куда же без этого? На. Травоядный пёс на моей ноге. Ай, травоядный пёс. Хлеб, кстати, из тёмной муки. И он в пакете, видите, подпотевший. Потому что он горячий внутри. И прямо из духовки, из печки они там в тандыре его пекут. Закрытый такой. Короче, тандыр не обычный, а закрытый тандыр. Короче, как печка, как можно назвать. Но природная такая. Короче, на мангале он сделан. Круто. Приятного нам аппетита. Куда столько, я, блин, в шоке. Ну-ка, рассказывай, как лагмаджун вкусный, расскажи. Я чуть попробовала. Давай, пробуй, скажи свои ощущения. Какой вкус? Острый, нет? Нормально? А, тебе это? Хорошенький. Ребята. Ребята. Продолжение следует... Девчонки... Мама! Один встал на другого! Да, они могут так... Кушаться... Кушаться! Куда иди сюда! О, ничего себе мальчишка нарвал! Раз пикник! Все, ушли кушать. Все удобно, так с ресторана они собрали вон всякие овощи, обгрызки овощи. Такие овечки закормленные. В общем, мы собираемся ехать уже домой, попили чаев, кофеев турецких, покушали, собрали с собой пакет. И покормили коз. Козочек покормили с собой, да. Мы заплатили за наш стол. Кофе, чай мы всем. Тысяча сто шестьдесят лет. Что еще? И еще козы едят елку. Да, козы ели елку, они ели все. Мам, скажи, что ты пакет заказала. Все, я поняла даже потом. Так что спасибо за просмотр влога. Увидимся в следующий раз. Спасибо.